Она помогает успокоить нервы, проявить воображение и найти внутреннюю гармонию. Эти полезные качества специалисты приписывают лепке из природной глины. Когда-то давно популярное занятие и сейчас не теряет своей актуальности. Наглядный пример – третий межрегиональный конкурс для детей «Керамика Севера. Живая глина». Это одно из серьезных культурных событий в жизни города, потому что он способствует сохранению традиций, развитию народных промыслов. И, кроме того, он проводится в рамках преддверия Дней города. Поэтому мы очень рады, что конкурс получил такой отклик. Архангельск, Ярославль, Котлас, Петрозаводск. «Керамика Севера» собрала больше ста юных мастеров из десятка городов России. На этот раз ребятам предложили изобразить животный мир во всех его проявлениях и посоревноваться в четырех номинациях – работа на гончарном круге, скульптура малых форм, современные скульптурные формы и работа с пластом. Некоторые впервые попробовали лепить с натуры. Я отметил для себя две вещи. То, что у каждой работы есть определенная авторская мысль, то, что автор хотел донести, и некое творчество. У каждой работы, даже будь то медведь, обычное животное, автор со своей мыслью подошел к этой работе. Это очень здорово. После напряженного конкурсного дня и нескольких мастер-классов от лучших скульпторов и художников города в Череповце наградили всех участников конкурса. Глиной занимаюсь где-то примерно пять лет назад уже. На конкурсе я проставляла работу на пласте, цветы там были маки. Мы думаем, что уровень он повышается, и отмечено было жюри конкурса, что да, действительно, работы ребят интереснее, содержательнее. Но, конечно же, главная задача, чтобы ребенок занимался творчеством, а творчество делает людей добрее. Организаторы надеются, что лепка из глины, работа на гончарном круге, как полезное хобби, будут привлекать все больше детей. И тогда конкурс «Живая керамика» снова расширит границы географии и воображения. Анастасия Хабкова, Анатолий Холин. Новости.